Парк Победы – место притяжения для семей с малышами, пар серебряного возраста и молодых мамочек. Даже в будний день аллеи полны гостей. Прохожие отмечают – приходят сюда вне зависимости от сезона. Многие даже приезжают с другого конца города или соседних регионов. Чтобы не разочаровать посетителей, руководство старается поддерживать зелёные зоны в чистоте. К открытию сезона здесь убирают сухую листву, красят бордюры, освежают памятники. Мы у вас в гостях, поэтому не можем ничего такого сказать. И какое первое впечатление? Нормальное, чистое. Аккуратненько. Парк большой. Я здесь выросла, в этом парке. Раньше, конечно, он был совсем друг. Очень много нового появилось. Очень интересно, красиво. Конечно, нравится. Они благоустраивают каждый год. Очень приятно. Каждый год я приезжаю сюда к маме в гости. И каждый год что-то новенькое. Нам очень нравится. К праздничной программе, ко дню Великой Победы, расписана каждая минута торжества. Здесь, помимо традиционных таких площадок, мы планируем проведение ещё и показа мод в стиле 40-50-х годов. Очень такая сложная проблема оказалась для Ульяновска, но нашли людей, которые смогут это сделать. Поэтому вот приходите. Помимо этого, можно будет отведать полевой кухни, поучаствовать в мастер-классах от волонтёров-медиков, посмотреть на военную технику. Мероприятие более расслабленного формата организуют во Владимирском саду. Благо, инфраструктура позволяет. Например, уже готовая сцена по своей форме напоминает советский рупор. Отсюда возникла идея для названия музыкального фестиваля. Он будет проходить летом, каждую субботу. На сцену поднимутся кавер-группы, местные исполнители, приглашённые артисты. Ярче всего Владимирский сад будет играть для посетителей именно в летний период. В июле историческое место города отметит свой юбилей. К 150-летию организуют фестиваль, подобный тому, что прошёл в минувшем году на территории бывшего Суворовского училища. Разделить памятную дату приедут художники, актёры, стендаперы из соседних регионов. Вот коллеги из Санкт-Петербурга уже в ближайшие дни прилетят в Ульяновск для того, чтобы вместе с нами разработать концепцию данного праздника. Но уже точно сейчас можно сказать, что это будет тема мосты культуры, которая объединяет мосты Санкт-Петербурга, мосты Ульяновска, объединяющие мосты культуры. Так, в общем, мы вкратце, наверное, объяснили себе эту тему. В обычные дни гости Владимирского сада могут провести вечер в уютной камерной атмосфере за просмотром любимого кино. На площадке будет работать летний кинозал. В планах установить рядом с ним тент, чтобы горожане могли наслаждаться игрой актёров в любую погоду. А чтобы порадовать как можно больше людей, купят переносной надувной экран. Он будет гастролировать по городским паркам. Один из первых в маршруте «Семья». Здесь к открытию летнего сезона заработает обновлённый фонтан. Сейчас место отдыха активно приводит в порядок. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда. ТВ.